Привет, друзья, привет. Вот интересное дело. Смотрю видео, там некий доктор рассказывает, ну сколько же можно повторять, ну как это важно, сохранять шейное дело в хорошем состоянии, пролечивать все там дефекты, в первую очередь остеохондроз. Ну сколько можно повторять? Я вот повторяю и повторяю из раза в раз. Ну как будто мимо пролетает у всех. Так я вам скажу. Раньше мне тоже казалось, почему все мимо пролетает. Я тоже вот смотрю, например, у меня там какие-то проблемы были, там и со зрением там что-то было, и тревожности были, и беспокойства были, и сон был нарушен, и кто-то там говорил, ну у тебя остеохондроз, тебе надо подлечить остеохондроз. А я как-то думал, ну при чем тут остеохондроз? У меня там такие же проблемы важные, а у меня остеохондроз. Ну вот же в чем дело. Для того, чтобы человек прислушался и понял, что то, что говорят, относятся и к нему, тут надо как-то по-другому. Я вот всю жизнь стараюсь найти тот способ. Как же так сделать, чтобы сразу внимание привлечь? Да, вот это очень важно, потому что человеку кажется, что то, что с ним происходит, то, что именно с ним происходит, то, что его сейчас волнует, это не совсем то, о чем говорят там. Остеохондроз там, или еще что-то, ну там какие-то, ну понятно, остеохондроз, привычное слово, ну каждое привычное слово нам кажется понятным. Вот же в чем дело. Привычное, нам кажется понятным. И мы никак это, может быть, с собой не соотносим, потому что у нас-то проблемы. Ну вот же в чем дело. Да. А на самом деле, на самом деле остеохондроз имеет очень важное значение. Да. Часто возникает из-за чего? Из-за того, что вы просто в нервном смысле напрягаетесь. Вот читаете, допустим, книжку, и там, где попадает внимание на какую-то важную строчку, мышцы, мышцы, а это, в принципе, компрессор, они качают кровь. Почему? Кислород. Вот же в чем дело. Кислород в клеточках мозга. Повысилась в нем потребность. Потому что вы заинтересовались, внимание ваше сосредоточилось, и компрессор качает кислород. Да. И когда он часто качает, когда вы часто нервничаете по разным поводам, каждый раз качает, качает какой-то, у меня зацикливается. Да. И поэтому надо время от времени хотя бы один-два раза в день находить эти точечки здесь наиболее чувствительные, их массировать, этой рукой поддерживать, эту руку. Даже поддать ее туда, чтобы письма была свободная. Под затылком до лопаточки пройтись пальчиками и помять. Ну, ходишь туда-сюда по комнате два-три раза в день, ну, вот так посмотри, вот, и по мне. И ты заметишь, через несколько дней у тебя и сон улучшится, и голова яснее станет, и уверен в себе появится уверенность. Вот какие дела. Очень интересно, правда? Такая вроде простая вещь. Да. Ну, все-таки, как привлечь внимание, мы еще потом поговорим. Это очень важный вопрос. Чтобы человек понял, что какие-то мудрости, которые говорили мудрецы, давали советы, люби ближнего, там, допустим, или это очень хорошо быть человеком. Да, мы все это слышали, нам все кажется понятным, мы никак не соотносим со своей реальностью. Ничего. Я как-то покажу, как это делается. И привлечь внимание, и воспользоваться советом. Спасибо. 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 Спасибо.